Ага, вот. Так. Оп, оп. Я опять отправила тебе запрос. О, подключение. Боже, люди пишут, какая ты прекрасная, нежная, летящая. Господи боже мой, кто бы мне хоть раз такое написал? Летящая на крыльях ночи, к Даниэлю Салему, мокрая. Мокрая в мокром матче. А, послушай, прикол в том, что ты обязательно должна позвонить ему и начать петь. А он мне нравится, нравится. Ты должна сказать так. Дим, послушай, послушай меня. Я хочу тебе, я хочу спеть тебе песню. Ты поешь. Сегодня пена невозможна, невозможно расслабиться. Нравится, нравится мне. Как можешь, как можешь. Я бы сказала, как ты, конечно. И потом ты должна ему сказать, как. Он тебе как-то что-то скажет, потому что он же человек деликатный. Он сто процентов скажет, что это хорошо. Ты скажи, и я думаю хорошо. Я пою лучше эту песню, чем Света Лобода. Поэтому я прошу тебя отдать мне ее в репертуар. Ну давай, Майс, давай мне звонишь. Господи, он сейчас скажет, что я больная. А он тебя в 2 часа, в 5 часов утра вызывал? Скажи. Он тебя сбросил. Он меня сбросил. А он сбросил не меня. Он сбросил моего мужа. Давай еще раз. Давай еще раз попробуем. Сама скажу. Давай Потапу, может, настрою. А Потапу должна быть спеть пырышки-пупырышки. Пырышки-пупырышки-пупырышки. Круто. Ну что, поднимет трубку Монатик или нет? Просто ты должна совершенно на голубом глазу говорить, что ты лучше намного, чем Света, поешь эту песню. Ну намного. Ты же слышишь? Ты должна от него... Ты же слышишь, что я лучше пою? Я же слышу, что я лучше, чем Света. Да. Я реально вот пою круто, да? Да, 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 да. Ты как гениальный продюсер должен это услышать. Я же вот пою первый раз. Господи боже мой, мы хулиганки, конечно. Хулиганки, да. Мы такие с тобой. Козерожки, они такие. Боже, ты же тоже козерожка. У тебя 18-го, да? Он мне звонит. Да, все, давай. Так, с какого там нравится-нравится? А он мне нравится-нравится, да. Димочка. Да? Димочка, дорогой, привет. Привет, привет. Слушай, у меня тут такая к тебе история. Я вот сейчас была в душе, и я... Да. Я решила спеть. Ты понимаешь, я решила спеть 40 градусов. Вот ты должен сейчас послушать. Значит, смотри, вот. Он мне нравится-нравится, нравится-нравится. Мама в нем 40 градусов минимум. Я на максимум выжата. От него сегодня пена невозможна. Дим, мне вот кажется, что вот, ну, я могу это круче спеть. Реально круче, чем Светка. Мне так хочется, чтобы ты отдал мне эту песню. Ну, я из нее сделаю просто еще второй раз вот супер-хит. Так, вот мне интересно, я сейчас куда попал? Что там? Дим, ну какая передача? Ну, я же круто пою. Смотри, давай еще раз. Держи. Слышишь? Я сегодня пьяна. Не знаю текста, но ладно. Невозможно. Как же? Невозможно! Дим, ну я знаю, ты сможешь выжать из меня все. Я готова. Я как птица в Фениксе, я буду вас... Наша студия всегда для тебя открыта. Давай попробуем, скажем, писать. Сделаем все очень красиво. Я знаю, ты готовишься к многим шоу. Но я тебе хочу сказать еще что-то. Я же с тобой не один год отсидел на танцах. Дим, ну ты отсидел. Очень хорошо. Я сейчас, если ты знаешь, первый раз слышал, что ты пела песню. То есть что-то происходит. Поэтому ты не можешь задать сколько угодно. Я понимаю, что это мне одна. Я сейчас рядом с тобой. Дим. Скорее всего, вы записываете... Ильдава привет. Дим, ну на самом деле я тебя обожаю. Ты всегда... Ты помнишь эту историю, когда ты во Львове меня так развел, что я собралась ехать к тебе в замок? Да. Я тебя очень благодарен за то, что ты так быстро и легкая на подъем. Да, быстро отреагировала, понимаешь? И была готова в 5 утра приехать к тебе в замок и сниматься. Ну так вот... Где ты, Катя? Олечка тебе передает большой привет. Оля тоже. И приглашаю к себе в правду или действие. Дима, прийди ко мне, умоляю. Да, Оля, очень приятно. Вот надо будет обязательно сыграть. Я наблюдаю за этим. За этими прямыми эфирами, скажем так. Дим, ну мы... Мои подписчики через одного пишут пригласить Диму Монатика. Ну что ж ты меня игнорируешь? Приди ко мне. Оленька, ну а ты мне даже не набираешь. Мы с тобой не разговариваем. Я тебе написала в Инстаграме 35 раз. Боже мой, и ко мне прийди, Дим. Я звоню тебе после эфира, Димочка. Димочка, спасибо тебе большое. Мы тебя очень любим. Спасибо, что ты ответил. И я очень рада, что твоя студия всегда... Я уже испугался, потому что это произошло. Потому что очень срочно. Ну что-то срочно. Конечно, я в душе пила. 40 градусов. У меня поднялась температура. Я была вся мокрая, Дим. Слышь, выручайся. Неужели куда-то попало? Неужели что-то произошло? Дим, а если там была где-то вот реально в аварии, ты бы приехал? Это мне бы колесо спустило. Я уже тут заводил мотор. Дим, спасибо тебе большое. Я тебя люблю. Димочка, мы обе тебя любим. Спасибо, дорогой. Подписчики, которые сейчас это смотрят. Вам хорошего вечера и прекрасного лета. Спасибо за звонок. Мы поняли настроение. Очень рад, что все хорошо. Я тебя жду у себя в программе. Целуем тебя. Пока-пока. Пока-пока. Ой, Олечка. А действительно, почему я ему лично не позвонила? Что за дурочка? Оль, ну что ты? Ну, ты не стесняйся. Ты набирайся. Ой, я стеснялась. Набирайся. Я всегда боюсь, что мне откажут, понимаешь? Ну, чтобы такие стеснительные. Очень. Звоним мужикам среди ночи, говорим, что мы мокрые, голые на улице. Та раза я звонила. Так, ты мне задала вопрос или нет? Задай уже мне вопрос. Задай мне какой-то вопрос, я тебя прошу. Какой-то ужасный. Задай мне вопрос. Оль, вот ты знаешь, я не буду сейчас думать, что я хотела у тебя спросить. Я хочу с тобой, вот ты всегда у меня ассоциируешься с такой вот ферией. Ты женщина-праздник. Ты такой фейерверк. Ты ракета. Ты бомба. Атомная. Но вот наверняка у тебя, вот у каждого человека, да, в глубине сердца, есть какой-то шрамик, какой-то рубец. Вот о чём плачет Оля Полякова? О том, что она не может собрать Мэдисон-скуэр-гарден. Ты знаешь, ты знаешь, я тебе скажу честно. Естественно, у меня, как у любого другого человека есть, были провалы и падения, и подъёмы, и личные драмы. Но я настолько фокусируюсь всегда на хорошем, я настолько правда себя чувствую счастливым человеком, реализованным, нужным, любимым. И я настолько ловлю кайф от всего, и от мелочей, и от погоды, и от дождя, и от холода, и от солнца, и от пляжа, и от работы, и от отдыха, и даже от этого долбаного карантина. Понимаешь? Что я, ну, я не могу тебе сказать, ничего не оставляет шрамов на моём сердце. Вот, конечно же, бывают минутки грусти и слабости, но прям вот так вот, чтобы шрамы пооставались. Гоню я всё это от себя. Ты о чём-то жалеешь в жизни, что, может, чего-то вот не сделала того, чего-то тебе хотелось, может... Да, я жалею только о том, и хотела бы сейчас сказать об этом всем людям, особенно молодым, что в молодости ты настолько не уверен в себе, что ты не веришь в своё светлое будущее, что ты не замахиваешься на какие-то большие вещи, потому что думаешь, что тебе это не подвластно. А ничего нету, ничего нету невозможного, ничего. Вот хочешь стать голливудской актрисой, едь в Голливуд, учи язык, ходи на кастинке, делай. Хочешь там, я не знаю, делать там, сделать социальную сеть какую-то и стать Тарым Цукербергом, делай. Это всё возможно. И когда в молодом возрасте, я просто это очень хорошо помню, что я всё время была очень сильно неуверена в себе, я очень долго шла к своей мечте и к славе, я же получила свою славу после 30-ти, а до этого я была настолько в себе неуверена, что мне страшно было делать шаги какие-то, мне было страшно, потому что я была в себе неуверена. И поэтому не бойтесь, вот об этом я жалею, что я свою уверенность не приобрела раньше. С другой стороны, нам к козерожкам всё приходит попозже. Мы очень долго детьми. Вот у тебя была такая тема, когда все вокруг кажутся взрослыми, а ты всё маленькая девочка. Я тебе хочу сказать, что я тебя очень хорошо понимаю, и я понимаю, о чём ты говоришь. И ты знаешь, что козероги – это как такое хорошее красное дорогое сухое вино, оно с каждым годом становится всё лучше и лучше. И, ну, это действительно так. Это правда. Это правда, и раскрываешься профессионально, раскрываешься по-женски, и даже и выглядишь намного. Вот я даже, ты знаешь, я даже выгляжу лучше, чем я выглядела в 25. Вот серьёзно. Я с тобой согласна, что я как бы, да, там, всегда там с молодости была примой, но вот, к примеру, я смотрю на себя сейчас, я понимаю, что я себе сейчас нравлюсь больше, чем я себе нравилась, как бы, в те же, там, 18 или 20. Круто. Это очень круто. Так, это был твой вопрос. Правда или действие? Катя, давай я ещё тебе одну хочу, хочу, хочу правду из тебя узнать. Правду из меня узнать? Ну да. Скажи, пожалуйста. Давай. Шоу-бизнес зарубежный сегодня трясёт от скандалов на кочве харассмита. Харассмента. Харассмент присутствует и в театрах. Мы знаем большие там какие-то истории о том, что главные режиссёры за то, чтобы стать примой или оперы, в смысле быть, ну, примой, да, и примой в балете, что нужно было. Сталкивалась ли ты в своей жизни с харассментом? Я не буду просить имён, я не буду ничего, потому что я, если честно, в моей жизни были истории с харассментом, и я сейчас обдумываю, оприлюдны ты, ну, как бы, их или нет, потому что я всё-таки боюсь, что наше общество ещё не готово к тому, чтобы наказать обидчика и оправдать жертву. Мне кажется, будут наоборот, как у нас все, знаешь, ну, вот ты знаешь, в моей передаче Тоня Матвиенко призналась в том, что когда она в 17 лет пришла с больным ребёнком в больницу, её домогался врач. И вот она об этом рассказала у меня, и об этом написали все СМИ, и чтоб ты читала эти комментарии, люди просто сумасшедшие. То есть они говорят, это она пиарится, это про неё, а чё она туда пошла? А правильная сама проститутка. Ну, то есть люди совершенно, наше общество не готово принять тот факт, что когда женщины домогаются ради каких-то историй, что это неправильно, и что женщина в этом не виновата, у нас всегда жертва боится, что её обвинят, потому что общество её обвиняет. Вот скажи, пожалуйста, были ли в твоей жизни истории с харассментом? Я понимаю, о чём ты говоришь, я тебе хочу сказать, что у меня была немножко другая ситуация. Дело в том, что когда я пришла в театр, я пришла как бы уже такой целостной личностью и пришла уже примой. Меня очень любили педагоги, со мной хотели работать, я вела спектакли, и у меня, наверное, был, знаешь, чуть-чуть другой статус. Мне не приходилось, знаешь, карабкаться, да, вот по этой... С самого низа, самый с кардебалета, правильно? Да, с кардебалета, знаешь, там чего-то себе как-то добиваться, показывать, что я могу. И поэтому харразминг в моём случае был таким достаточно лёгким и, знаешь, какой-то такой намёк. Это были какие-то, может быть... Ну, то есть да-да, нет-нет, правильно? Да, так, намёки, а вот не хотели ли бы вы, а вот ха-ха-ха, хи-хи-хи. Знаешь, это были какие-то вот как ухаживания, будем так говорить, на которые я могла сделать из себя такую, ну, глупую девочку, включить, так сказать, глупенькую барышню и тоже посмеяться, сказать хи-хи-хи-ха-ха-ха. Но я понимаю, что это очень важная социальная тема, я считаю, что это очень правильно поднимать такие темы в нашем обществе, особенно в нашем обществе, учитывая то, что у нас, в принципе, оно интеллектуальное, оно у нас развивается, я надеюсь, что оно будет развиваться с каждым годом в правильном направлении. Но я очень против, я много очень работаю в Америке, у меня виза ОУВАН, это виза, которую дают людям, которые представляют интерес для Америки, в которой работала Америка. Вот сейчас я должна была быть июль-август, я должна была два месяца работать в Америке. Вот, естественно, это всё сейчас под таким большим вопросом. Но я очень против, знаешь, каких-то таких граней и маразма. Расскажу тебе те... Ну, то есть, либо-либо, да, что это очень перегиб сегодня есть, да? Расскажу такой момент, вот в прошлом году мы были в Америке, это уже два месяца как раз, и у нашего знакомого была такая ситуация. Знаешь, балет — это всегда, особенно хореографическое училище, Ваганово, все знают такие, знаешь, истории, как это тяжело, как трудно, как мы пашем. И для того, чтобы добиться максимального результата, мы работаем действительно в трико детям, в трико и купальнике. Я не забуду, что мой преподаватель, Елена Яковлевна Ясавина, которая потом уехала на ПМЖ в Германию, она в младших классах, она делала себе такой маникюр очень-очень острый. У нее прямо вот на конце была как будто такая игла. Так. Этими ногтями, этой иглой, она подходила и говорила мне, проглотила лопатки. И для того, чтобы я поняла, в каком месте, знаешь, балет — это тоже такая специфическая терминология, для того, чтобы я поняла, в каком месте вообще проглотить лопатки, она врыла иглой и вставляла мне в лопатку. И я сразу, знаешь, ощущала. Потом втянула ляжки. Ну что значит нормальному человеку понять, что как это вообще в принципе втянуть ляжки. И она тебе берет, знаешь, этой рукой, этими ногтями, по ляжке так, по голой, к примеру. Потому что мы были иногда в трико, иногда мы занимались только в купальниках. Балет и купальники. Холодно, не холодно. Это, знаешь, такая вот... Муштра. Муштра, тренинг, кижовые рукавицы. И тебе так по этой ляжке, этими ногтями хрясь. И ты сразу поняла, о, ляжку подтянула. И я приходила домой, я помню, принимала тёплую ванну, потому что нам рекомендовали после физических тяжёлых нагрузок тёплую ванну с солью. И у меня мама, когда я принимала душ, она говорит, господи, кто тебя так поцарапал? Я говорила, мам, вот это там Елена Яковлевна, вот она мне сказала подтянуть ляжку, я не поняла, как она мне показала, как. Наш знакомый, он преподавал в университете в Америке. Преподаватель классики. Естественно, вот девочки, да, там занимаются. И он говорит там, например, втяните зад. Когда человек, ну, как бы не понимает, он подошёл, зная вот эту вот всю ситуацию, он подходит и ручкой, не то что как бы ногтём или рукой, он ручкой показывает, где именно нужно подтянуть, потому что для нас это, ну, нормальная тема. Я тебе хочу сказать, что были суды, ему запретили преподавать, и, мало того, что самое интересное, это человек вообще никогда не интересовался женщинами. По большому счёту. Понимаю. Да. Вот это, знаешь, это называется...